Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр. И сегодня мы с вами познакомимся с довольно-таки интересным и занимательным проектом под названием Ice Trollit. И в этой игре нам представится уникальная возможность создавать свои собственные космические корабли, впоследствии флот, и естественно с помощью тех возможностей, которые у нас есть, мы должны будем сокрушить противника безжалостно, быстро и красиво. Что ж, давайте потихонечку будем начинать. И естественно, если игра вам приглянется и придется по душе, пишите об этом в комментариях, ставьте лайки, и я, разумеется, запишу продолжение, потому что, как по мне, проекты достаточно достойны. Такс, обучение я уже прошел, поэтому возвращаться к нему я не буду, это было бы глупо. Сразу же перейдем к первому уровню. И вот, собственно, самый интересный элемент этой игры. Поле, на котором я буду заниматься конструированием своих космических кораблей. Происходит это в несколько этапов. Сначала у меня есть запчасти. Из которых и будет состоять мое мегаоружие. Такс, давайте все эти запчасти посмотрим. Эти вот штуковины, они позволяют нашему кораблю лучше маневрировать, быстрее поворачивать. Понятно. Вот это, это пушка. Это, это блок, на который устанавливается пушка. Это, это реактор, который дает энергию нашему кораблю. Это двигатели. И это защитные блоки. Что ж, ну и давайте попробуем создать что-нибудь прикольное. Ну, естественно, пушка у нас будет находиться здесь. Нигде она больше находиться не может. Реактор должен быть защищен. Поэтому он будет обнесен со всех сторон броней. Я думаю, блок, на который устанавливается пушка, тоже достаточно бронирован. Пушечка. Сзади у нас будут находиться двигатели. В принципе, защищать их особо не нужно. Потому что, в первую очередь, враг будет меня атаковать в лоб. И поворотные элементы будут находиться здесь. Так, ну и наш корабль выглядит вполне себе уже красиво. Что ж, надо приступать уже к битве. Поле битвы выглядит вот таким вот образом. У нас есть зона, которая наша, где будут производиться наши корабли. И зона противника. Плюс зоны, дающие нам денюжки. Когда мы эти зоны будем захватывать, мы будем получать копеечки. Чем больше копеечек, тем больше флот мы сможем создать. И для победы нам нужно захватить абсолютно все зоны. Раньше, чем это сделает противник. Но противник, смотрите-ка, хитрый, сразу отправил свои корабли в бой. Ха, я поступлю мудрее. Я захвачу сразу четыре точки. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Не залазь на мою территорию. Да, первый враг уничтожен. Зашибись. Тут тоже со всеми разобрались. А вот эти корабли меня уже потихонечку начинают смущать. Выглядят они слишком сурово и массивно. Надеюсь, получится с ними справиться. И нельзя, конечно же, тупить. Нужно в самые кратчайшие сроки создавать флот. Если же денег у меня нет, и я не могу в данный момент построить корабль, я могу поставить его в очередь. И как только у меня появятся денежки, корабль автоматически произведется. Что на самом деле очень удобно. Такс. И три точки я уже захватил. Мои войны пытаются из последних сил уничтожить противника, но нет. Корабль поврежден, но все-таки он вышел победителем. Но ничего, сейчас все изменится, и я захвачу все четыре точки. У противника нет доступа к получению валюты, и поэтому проигрыш. Он не строит новые корабли. Замечательно, братки. Мы победили. Наш космический флот самый лучший и самый большой во вселенной. Такс, переходим к следующему уровню. Далее. Вау, у нас появились новые запчасти. Теперь у нас два реактора. Хм, и два двигателя. Пушка, правда, к сожалению, только одна. Лучше бы мне дали новые орудия. Тогда бы я смог захватывать зоны и просто оставлять там корабли, как какие-нибудь защитные башни, и они бы отстреливали противника. Но да ладно, двигатели тоже это что-то хорошее. Я думаю, они позволят мне передвигаться быстрее. Такс, находиться они будут, наверное, вот здесь. Хотя лучше, наверное, сзади их спрятать. Такс. Так. Угу. Ммм, поворотные элементы. Плевать, находятся они в нормальном месте. Ну и двигатели, конечно же, будут защищены. Внешний вид у нашего корабля. Давайте сделаем его более обтекаемым. Оставляет желать пока лучшего. Хочется создать что-то более мощное, с новыми орудиями. Но пока возможностей такой нет. Нет, 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 нет. Приходится довольствоваться малым. Такс, ну и где моя база? Сразу строю огромный флот. Отлично, отлично, отлично. Нужно захватить еще одну зону. Одна зона принадлежит мне. Поставлю несколько кораблей сюда на защиту, потому что эти засранцы не дремлют. Они хотят получить мое золото, мои денюжки, мои баксы. Но ничего не выйдет. Такс, и, 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 и. Отлично, у нас под контролем две зоны у противника, при этом ни одной зоны. Замечательно, замечательно, замечательно. Выигрываем мы вполне себе стремительно и быстро. Но враг может противопоставить против меня вот эту хрень. Тут пять реакторов и какой-то странный блок с прицелом. И еще какие-то странные блоки. Не знаю, что они дают, что они делают. Со временем, думаю, разберемся. К тому же, по идее, после победы в этом раунде, мне должны будут дать эти блоки. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Такс, что происходит? Вражеские джиггернауты, левиафаны дают мне просраться. Причем дают просраться неслабо. У меня фактически расстройство желудка. Нужно, нужно их убивать. Такс, 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 такс. Главное, захватить точки. Но у противника появляются деньги на производство новых кораблей. Ладненько, сразу создам большую очередь, чтобы мой завод не простаивался. И вместо того, чтобы отбивать вторжение, враг... Да ну ладно. Да ладно. Просто практически невозможно врага уничтожить. Очень он бронированный. Это какие-то ракеты. Почему я не атакую? Видимо, пушку мою уничтожили. Да, 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 да. Не слабо. Эти джиггернауты, буду называть их так, очень сильны. Хм, им принадлежат две точки. Нужно создать армию побольше, пожалуй, и как-то попытаться отбоевать хотя бы одну позицию, чтобы денег было поболее у меня. И враг, 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 враг опять атакует. Ммм, корабли, корабли, корабли. Сколько стоит один корабль? 218 баксов. А знаете, ребята, может быть не стоило создавать такие мощные корабли, потому что они стали дороже, и следовательно, я не могу производить их так быстро, как мне от того хотелось бы. Хм, да, нужно было, наверное, использовать свои предыдущие корабли. Такс, ну и сейчас я, пожалуй, отобью вражеское нападение и захвачу вот эту вот нижнюю точку. Все должно у меня пройти как по маслу. Такс, выстраиваем их в ряд для защиты. Таким вот образом, и поехали, поехали, поехали. Да, легко справимся с противником, появился еще один корабль, и сразу же будем атаковать. Возьму четыре корабля, два оставлю на базе для защиты, потому что всякое может быть. И эта точка, по идее, сейчас по любасу будет принадлежать мне, иначе и быть не может. Ну, все должно пройти как по маслу. Ой-ой-ой, какая дальность суровая! И сразу минус один корабль! Охренеть! Охренеть! Ух, но удалось, удалось убить вражеского Левиафана. Все хорошо, не все потеряно. Денег у меня сейчас будет более, чем у противника, и это залог успеха. Так, подкоплю немножечко копеечек, и только потом буду атаковать врага. Хотя, смотрите, опять же, он не спит, он сразу стреляет ракетами, лазером, всем чем угодно. Фух, моя зона все еще принадлежит мне. Это радует. Пум-пум-пум. Пум-пум, наверное, я сейчас вновь отобью атаку, но, блин, они захватят. Захватят, захватят, захватят. Нужно что-то придумать с этим гигантом. Эх, как бы действовать? Не хватает брони. Броню нужно было, наверное, размещать не по бокам, а спереди. Установить защитные экраны, чтобы защитить свой корабль от ракет. Ну, я не знал, что получится так, что будут такие сильные противники. Так, ну и... Блин, да ты еще одного произвел? Что это такое? Я ждал, я не нападал. Я-то думал, ты... 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 Ты, скотина. Блин. Специально же не атаковал. Ждал. Пока у меня скопится войско побольше, чтобы нанести сокрушающий удар. А смотрите-ка, можно с тыла обойти этот корабль, и тогда он ничего не сможет мне сделать. Ха, очень хитро. Я не знал об этом. Сейчас вновь мы просто-напросто облетим его сзади, и тогда он ничего не сможет мне сделать. Гениальная стратегия. Почему я не воспользовался ей раньше, я не знаю. Все как раз-таки из-за отсутствия у врага поворотных элементов. У меня они есть, у противника их нет. Ну что ж, давайте. Прямо сзади расстрел. И... Думаю, сейчас будет победа. Да, детка, у него очень жесткая броня, очень жесткие пушки, но ничего. Мои ребята еще жестче. Давай, 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 давай. Уничтожайте его, ну же. Фух. Понадобилось немало времени, но все равно это победа. В один момент я уже подумал, что мы можем проиграть. Слава богу, это была ошибка. Так, и сейчас, вероятно... Эй! Все, победа. Да. Ооо, мне... Мне не дали новые элементы. Мне, черт возьми, не дали новые элементы. Ээээ... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Какой ужас, а. Блин. Хм. Хм-хм-хм-хм-хм-хм. Хотя, стоп. Какие-то, какие-то энергетические батареи. Что они дают? Ну, больше... А, это типа реактора. Ну, давайте, давайте посмотрим. Так, два двигателя установлю здесь. Мало того, что мне ничего нового не дали, так еще и старые элементы забрали. Ну, и эти электрические батареи пускай находятся здесь. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Насколько будут мощные корабли. А, у нас два вида кораблей теперь. Можно было как-то переключаться между конструированием. Ладненько, давайте попробуем создать просто гигантскую армию вот таких вот маленьких засранцев. Что из этого получится? Ну, 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 что ж вы так активно-то захватываете мои точки? Стреляйте. Ну, эффективно. Эффективно. Если я скажу, что неэффективно, я совру. Они летают быстро и... А, и враг еще не ушел. Мы продолжаем сражаться. Блин, блин, блин. Все, уничтожаем противника. Всех уничтожили. Захватываем вражеские точки. Нет времени для игр. Нам пора воевать. Давайте, давайте, двигайтесь. Такс, одну точку хотя бы должен захватить. Давайте, давайте, давайте. Но эта миссия будет какая-то слишком уж простая. Вам не кажется, ребята? И все благодаря моим сверхскоростным солдатам. Бравые воины сейчас одержат просто-напросто победу. Причем это будет очень просто. Не ожидал, что получится так быстро пройти этот уровень. Замечательно. Хм. Отлично, передвигаемся дальше. Такс, и в зависимости от того, куда я буду передвигаться, мне будут открываться новые элементы, что на самом деле очень круто. Я хочу плазма-башню. Оу. У меня появилось меню конструирования. И теперь у меня будет офигенная вариативность в постройке моих кораблей. Давайте создадим тоже какого-нибудь гигантского монстра. Такс. Сразу возьму несколько элементов поворотных. Без них никак, потому что мы уже видели, что враг просто-напросто страдал. И установлю еще, пожалуй, несколько... Пожалуй, куда-нибудь вот... Вот как-нибудь сюда, наверное. Будут они работать или нет, я не знаю. Такс. Все хорошо. Сюда надо установить несколько пушек. Обычных. Потому что пока боевых, мощных плазматических турелей у меня нет. Такс. С три пушки это вполне себе круто. И стоимость этого корабля будет 302. Но зато это будет очень мощный корабль. Поставлю такой реактор. И два вот таких. Посмотрим, что у нас из этого получится. Двигателей нет. Совсем забыл про двигатели. Двигателей, наверное, нужно будет тоже очень много. Фух. Прикольно, прикольно. Эксперименты. Что же у нас получится? Мне кажется, это будет просто какая-то дичь. Офигенно большое количество двигателей. Большое количество поворотных элементов. И поехали. Строим сразу боевые корабли мощные. Пух. Четыре штуки. Одного отправляем сюда. Давай. Одного сюда. Одного сюда. И одного сюда. Давай, я сказал, одного сюда. И, конечно же, строим новые. По возможности они сразу будут появляться. Ну, а враг мне, думаю, ничего сделать не сможет. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Машина смерти. Еще одна машина смерти. Сразу двигаемся вперед. Сюда. Сносим противника. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Поворачиваюсь я быстро. Да. Благодаря моим двигателям и поворотным элементам, все-таки корабли у меня хоть и большие, но достаточно маневренные. И проблем возникнуть не должно. О, у врага тоже есть корабль? А нет, это мой корабль. Просто я немного запутался. А нет, это вражеский все-таки корабль. Так в чем проблема? Почему мы не сражаемся? Я не знаю. Непонятно. Ну, атакуй. Ах, сюда никто не сможет подобраться. Нам нужно захватывать новые точки. Давай, двигайся. Хотя, наверное, нужно было уничтожить врага. Ну, да ладно, ладно, ладно. К сожалению, мои корабли выполняют в первую очередь мой приказ. Если я им приказал двигаться на точку, то они двигаются на точку. И ладненько, ребят. Думаю, на этом пока можно остановиться и продолжить в следующий раз, если игра вам, конечно же, понравится. По-моему, это очень здоровский проект. И я бы с радостью вернулся в него еще. Надеюсь, вы бы тоже этого хотели. Ну, а с вами был Перпетум или же Александр. До новых встреч, друзья. Всем удачи. Всем пока. Будьте счастливы. Счастья вам. Пока.